Не то что в заднице, а в полной заднице. В Донецке скандал. Мисс ДНР Алина Андреевская, да, не удивляйтесь, есть и такая, публично призналась, что жизнь в Донецке при Украине до 2014 года была куда лучше, чем теперь. А с приходом русского мира Донецк обнищал и превратился в никому не нужные задворки. Алина Андреевская – это донецкая блогерша Фрик, которая прославилась благодаря своей, скажем так, специфической внешности. Она сделала какую-то невероятную пластику, стала записывать тиктоки из Донецка, и вот эти ее видосики стали, соответственно, вируситься. Понятно, что таких фриковатых персонажей сейчас немало, но в данном случае сыграло роль еще и место проживания этой женщины, потому что, ну понятно, да, нынешний Донецк меньше всего сейчас, наверное, ассоциируется с таким гротеском. Это Алина Андреевская в своих соцсетях рекламирует в основном всякие донецкие магазины, которые торгуют поддельной паленой одеждой. Короче, всяким китайским барахлом, подделками известных европейских брендов. И вот под одним из таких видео, где она рекламировала поддельную обувь Лора Пьяна, начался срач. Ее подписчики стали высмеивать то, что Алина Андреевская рекламирует такое поддельное барахло. Смотрите далее, какие вообще Лора Пьяна, вот лоферы. Такого мисс ДНР не стерпела и записала гневный ответ своим хейтерам, в котором рассказала, как деградировал Донецк после прихода русского мира. Под моим последним видео, там реклама магазина, там какая-то мне грамотная написала о том, что вы знаете, сколько стоят настоящие Лора Пьяна? Да, я знаю, сколько это все стоит, прекрасно знаю. И до 2014 года я одевалась исключительно в бренды. Не будем говорить, да, какие магазины были в Донецке. Но потом они в 2014 году в связи с событиями, они все уехали. В связи с событиями все уехали. Ну просто, знаете, там события произошли. Донецк захватили шахтеры, трактористы, которые оказались почему-то по странному стечению обстоятельств еще и мародерами, и стали обносить такие брендовые магазины, а их содержимое вывозить в Россию. Поэтому торговлю брендовой одеждой в Донецке пришлось временно прекратить. И теперь последние 10 лет ассортимент магазинов Донецка состоит в основном из дешевых китайских подделок и тому подобного барахла. Ну вот как-то так получилось, да, что при вот этой бедной, нищей, плохой Украине почему-то в Донецке продавались брендовые вещи, дорогие обувь, одежда. А как пришел русский мир, так как-то все сразу и прекратилось. Так вот, я по крайней мере хотя бы знаю, сколько это все стоит, да, и по крайней мере когда-то имела возможность одеваться, пока тут были магазины у бренда. А вы, вы, недобомжи, полулюди, кто вы там? Вас никогда в жизни уже ничего такого не будет, не было и нет. Оцените уровень дискуссии. То есть она хвастается, что 10 лет назад при Украине могла себе позволить покупать брендовые вещи. Называет своих подписчиков, значит, недолюдьми и злорадствует, что теперь после прихода России они все стали нищими и, соответственно, не могут и никогда не смогут себе позволить покупать дорогую одежду. То есть фактически она торжествует из-за того, что пришла Россия и превратила Донецк в нищую клаку с нищим населением, где, соответственно, нет никаких дорогих магазинов, потому что и дорогую одежду некому продавать. Вы считаете, что вы меня сильно укололи? Нет, вы меня абсолютно не укололи этим, потому что я знаю, по крайней мере, у меня была возможность когда-то все это иметь. А у вас уже ее не было, нет и не будет. Я абсолютно себя не чувствую какой-то убогой от того, что сейчас у нас в Донецке, ну, по большому счету, я скажу сейчас абстрактно, да, никто не одевается в бренду. По той простой причине, в оригинал я имею в виду, потому что у нас просто нет таких магазинов. Спасибо добрым любителям Россиюшки, таких магазинов в Донецке больше нет. А также нет аэропорта, нет больше еврокубков, нет больше концертов звезд мировой величины, нет банковской системы, нет железнодорожного сообщения, короче, практически ничего нет. И вот этот эпизод, он, казалось бы, такой пустяковый, да, курьезный, смешной, ну, какой-то срач с таким курьезным такой блогершей-фриком, да. Но ведь он, на самом деле, нам очень много показывает. Это очень знаковый эпизод, который показывает, на самом деле, вот отношения таких вот аполитичных людей, обычных обывателей, да, потребителей к тому, что в городе происходит, к тому, что Россия сделала с Донецком. То есть это именно не пропагандисты говорят, да, не какие-то политические аналитики и эксперты, а вот самые обычные люди, которые бесконечно далеки от политики, ничего вообще не обсуждают, никак политические темы. Вот мы видим, да, что вот это, в частности, блогерша, да, она прямо говорит о том, что фактически Донецк при Украине был гораздо более развитым городом, был действительно успешным мегаполисом, статусным, богатым, да, они это признают, говоря, ну, вот, измеряя это конкретными такими примерами, как с этой одеждой. И вот после прихода России все просто рухнуло куда-то на дно, город деградировал и превратился просто в какие-то задворки, в какую-то нищую окраину, где совершенно не тот уровень жизни, какой когда-то был при Украине. И вот этот показательный момент уже на самом деле подтверждает только те факты, которые нам и так известны. Вот факты таковы, что можно как угодно относиться там к России, к Украине, но правда в том, что наивысшего своего расцвета, да, наивысшего уровня развития Донецк достиг как раз именно за свою недолгую историю при независимой Украине. Потому что, да, в Советском Союзе он рос и развивался, но это был обычный рабочий город, ну и все жили, в принципе, достаточно бедно тогда. Уровень жизни, в принципе, был плох. А как раз в нулевые годы, особенно в начале 2010-х, Донецк просто вот раскрылся, да, расцвел, потому что он имел статус в Украине, да, он лоббировал свои интересы, как бы, да, политики из Донецка, олигархи лоббировали интересы города. Заходило очень много денег, строились объекты инфраструктуры, такие как стадион новый, аэропорт, да, было очень круто на самом деле. Город развивался очень быстро. И это то, что, ну, невозможно замолчать, да, отрицать, сказать, что этого не было, это было, да. И в том числе было много денег, поэтому и были вот эти все магазины. И сейчас мы видим, да, что люди, вот, обыватели на таком уровне, уже просто где-то в соцсетях, да, воспринимают это как с ностальгией, как когда-то там по Советскому Союзу скучали, да, какие-то пенсионеры. Вот сейчас люди начинают уже с ностальгии вспоминать те времена, когда в Донецке была Украина, когда Донецк контролировался Украиной. Потому что все понимают, что это несравнимо с тем, что сейчас. Пришла Россия и настала полная задница. Как, это я цитирую сейчас эту женщину, да, не я говорю. Это важно, да, потому что она оттуда, она в Донецке находится. Эти видео она записывает непосредственно из Донецка. И вот человек, который не является там пропагандистом, да, не спишешь это на вражескую украинскую пропаганду, вот он из Донецка прямо говорит, называет конкретные критерии того, в какой упадок пришла жизнь. Я думаю, это важно. Вот для того, чтобы показывать, что там реально происходит, какую жизнь Россия туда принесла, нужно показывать такие моменты, надо их демонстрировать. Поэтому помогайте это видео распространять. Оставьте лайк, комментарий, чтобы оно набрало больше охват, соответственно, больше просмотров. И подпишитесь на канал, это тоже очень важно.